К другим темам в Сочи продолжается встреча международного дискуссионного клуба Валда и в город съехались авторитетные эксперты из 35 стран. Заграничные политологи ждут выступления президента России. Валдайский клуб это такой мостик, который соединяет страны, считают участники, он позволяет говорить свободно. В этот раз основная заявленная тема – контуры завтрашнего мира. На заседании рассмотрят проблемы на Ближнем Востоке, будущее Евросоюза, миграционный кризис, санкции и влияние новых технологий на политику. Встречи экспертов будут проходить в закрытом режиме, а по их окончании участники ответят на вопросы журналистов. Но кое-что лайфу уже известно. Самые яркие заявления первых дискуссий Валдая в нашей подборке. Дает ощущение, что прежней ясности, когда каждая сторона твердо знала, кто ее противник, я имею в виду времена Холодной войны, такой прежней ясности нет. Мир куда стал мозаичней, более сложно сочненным и более запутанным. Мы сейчас хотим сложить из мозаики сегодняшних явлений какое-то волшебное зеркало, в котором попытаться разглядеть вот это будущее, что определит его сегодня. ...а американским ценам и правильные идеологии. И это поддерживает логихи, которое не занимает в социализации оборудования, ...вские социализации оборудования. И в оборудовании экономические, коррекционных условий. ...while они вовсе на У.С. ...that the United States basically said that Assad had to go. Now, the Americans did not put troops on the ground in Syria the way they had put troops on the ground in Iraq and in Afghanistan. But nevertheless, the United States, working through proxies, funneled arms and funneled money into Syria, all for the purposes of supporting the forces that were dedicated to overthrowing the Assad regime. So the United States has played a key role in fueling that war in Syria's face, is that when the Russians entered Syria in September 2015, it was effectively game over for the United States. This is a tupic policy, these sanctions. Because these sanctions are why? To change the policy? But we know that the result is not possible. And you know, there is some kind of a toughness, because the idea here is that if the Russian people have 146 million, then they стреляют as a collective victim. You know, there are some sort of a toughness where there is no use of the other influences. And she tells us, they don't want to raise a key role in it. And so, you know, if there are other states who are not concerned about it, But, if there are other states who are not concerned with them,